Здравствуйте! Программа «Мир на изнанку» приветствует вас из самого большого индийского мегаполиса. Мумбай – место, где самые гигантские вази и трущобы соседствуют с самыми дорогими в мире особняками. А киностудия «Болливуд» снимает тысячу фильмов в год. Не переключайтесь, будет интересно! Сегодня в программе мы отправляемся исследовать самый большой, богатый и колоритный город Индии. Это ее бизнес-центр – Мумбай, или по-старому Бомбей. Мы увидим старый британский Бомбей с роскошной колониальной архитектурой и двухэтажными автобусами. Современный Мумбай с небоскребами и элитными автомобилями. Самый дорогой в мире частный 27-этажный особняк. А еще другой Мумбай – самые гигантские и нищенские трущобы в Азии, которые тоже расположились тут, в городе миллионеров и трущоб. Узнаем, как в любое мгновение можно поднять свое настроение, побывав на сеансе смехотерапии или ежедневном празднике смеха. Покатаемся на знаменитом мумбайском наземном метро. Научимся добывать соль прямо посреди мегаполиса и рискнем отправиться на очень колоритную и непохожую на остальные улицу, которую еще со времен британской колонии называют «Факленд Роад». Это бомбейская улица красных фонарей, где ночные бабочки будут, ну совсем не рады нашей съемочной группе. Нас ждет знакомство с земляками, которые теперь живут в Мумбаи. Луганчанка покажет квартиру в современной мумбайской многоэтажке, где отныне и живет. А еще расскажет, как стала бомбейской факиршей. Мы узнаем уникальную историю. Как чувствует себя человек, который лишился богатства и об этом не жалеет. Мне фиолетово было, скажем, это Кавали или Армани, мне вообще без разницы. Все это и многое другое в сегодняшнем выпуске программы. Не пропустите. Такое возможно только в Мумбаи. Каждый день в 7 утра возле ворот в Индию собираются люди, чтобы посмеяться. Это ежедневный праздник смеха, вход на который открыт всем желающим. Смех тут называют лучшим в мире лекарством чуть ли не от всех болезней. Он якобы и кровообращение улучшает, и мышцы живота работать заставляет, и от стресса избавляет, и иммунитет повышает, и на работу сердце позитивно влияет, и даже напряжение снимает. Как душевное, так и физическое, мышечное. Смехотерапию, по словам этих людей, придумал один индийский доктор, методом которого уже больше 20 лет пользуются по всей Индии, в маленьких клубах по интересам, подобных этому. Зарядка смехом – это своего рода небольшое театральное представление. Вместе со смехом тут изображают те или иные предметы или действия. Вот, например, разговор по телефону. Как мало нужно для счастья. Алло! А вот так каждое утро лопаются воздушные шары. А еще тут принято пародировать смех разных народов мира. Так индийцы представляют себе смех корейцев. Так израильтян. И, конечно же, американцев. Пообщавшись со мной минут 20, группа мумбайских пародистов выдала и свой вариант предполагаемого украинского смеха. В клубе смеха верят в волшебный эффект принудительного смеха и его антистрессовое действие. И даже придумали рецепт хорошего настроения навсегда. Теория гласит – если тебе грустно, не стоит жить в этом состоянии. Нужно подойти к зеркалу и, как бы плохо не было, через силу начинать смеяться, заставить себя. И все потому, что мимика якобы имеет прямую связь с состоянием души и настроением. Не стоит ждать счастья и только потом смеяться. Лучше засмеяться, а счастье само будет вынуждено прийти. Настроение улучшится, а день пройти на позитиве. Бомбей давно переименован в Мумбай. Но старое название все равно в ходу и используется очень активно. Это финансовая столица Индии, где бизнес вопросов решается гораздо больше, чем в Дели, столице официальной. От нее Бомбей отличается кардинально. Тут другая атмосфера, архитектура и люди. Плюс вполне европейские цены на жизнь. Дешевые гискаусы по 5-10 долларов можно даже не искать. Их просто нет. Так что если в Индии вы устали от азиатской суматохи и хотите вернуться в цивилизацию – прямая дорога в Мумбаи. Тут всегда есть повод потратить деньги. Одеть смокинг или вечернее платье. А вот мумбайские визитные карточки. Первая, вполне официальная, ворота в Индию, построенная в 1911 году в честь приезда британского правителя. Правда, история над этим фактом еще посмеялась. Когда в середине прошлого века Индия стала независимой. А именно через эти ворота ее покинул последний английский солдат. Называть эту арку воротами в страну вполне логично. Совсем рядом порт, через который Индия и ведет торговлю со всем миром. А вот и вторая визитка страны. Шикарный отель 1903 года «Тадж-Махал», ставший печально известным после теракта в 2008 году. Об этом до сих пор напоминают особые меры безопасности возле пятизвездочной гостиницы «Легенды». Контрасты преследуют и привыкнуть к ним невозможно. Мумбаи или Бамби, как его ни назови, просто сражает на повал с соседством блеска и нищеты, миллионеров и трущок. Все смешалось в кучу в этом мегаполисе на берегу Аравийского моря, где приблизительно 20 миллионов жителей. Возле элитных бутиков и ресторанов прямо на асфальте живут нищие. А в дорожном трафике не удивляет ни новый «Мерседес», ни огромная телега, которую вручную едва тянут двое мужчин. Автомобили им не конкурент, потому что бензин требуют. А в случае с их транспортом себестоимость перевозок можно измерить разве что потом. В Мумбаи атмосфера вечной духоты и сумасшедшей влажности. Дневные температуры тут обычно не меньше 45 или 50 градусов по Цельсию. Не зря большинство домов в таких условиях цветут, темнеют, плесневеют и покрываются темными разводами. Бороться с этим невозможно. Это город, построенный и живущий в климате джунглей. Кстати, именно в Бомбии родился и достаточно долго жил автор книги джунглей, легендарный англичанин Ред Ярд Киплинг, который и познакомил всех нас с Маугли. Знаете, что общего между Мумбаи и Киевом? Тут тоже есть Майдан. Так называется это место. Правда, в переводе с хинди Майдан – поле, а не площадь. На индийском Майдане играют в крикет. Это спорт номер один, которым страна живет. Звезды крикета не уступают популярности самым знаменитым актерам Болливуда. С увлечением футболом у нас сравнивать фанатичное отношение к крикету в Индии просто невозможно. Там сложно найти мужчину, который был бы равнодушен к этому виду спорта. Да и молодежь отдыху с пивом предпочитает отдых с битой. Мирный. Старая часть города до сих пор напоминает о длительном властвовании британцев. Взять хотя бы вот это здание. Угадайте, что это? Вовсе не собор, не дворец и даже не музей. Это железнодорожный вокзал, построенный англичанами к юбилею королевы Виктории. В это трудно поверить, но чудо архитектуры позапрошлого века до сих пор работает по профессии. Это просто вокзал. В современном мумбайском транспортном потоке чутко прослеживаются британские корни. Вот он, самый обычный автобус в современном Бомбее. Двухэтажный. Ну чем не Лондон? Путешествовать по Мумбаи на двухэтажном автобусе очень здорово. Если будете здесь, обязательно занимайте первый ряд на втором этаже. Высоко сижу, далеко гляжу. Воистину лучший способ проехать по всему городу за один доллар. Да-да, такие тут цены на автобусные билеты. В разы дороже городского транспорта в Украине. Мы предупреждали, город не из дешевых. Бомбей – один из немногих крупных мегаполисов Индии, где в центре не увидишь импровизированного муравейника из тысяч мото и виллорикш. Автомобильная визитка города – это индийский ретроавтомобиль-амбассадор или посол, очень удачно дополняющий атмосферу города. Будь в этой экзотической машине еще и кондиционер, цены бы ей не было. В Бомбее мозг часто отказывается осознавать, что ты находишься в Индии. Здесь, на фоне небоскребов так называемого индийского Манхэттена, чувствуешь себя, будто бы в прибрежном городе где-нибудь в Америке. Мумбай – это другая Индия. Совсем не та, о которой мы привыкли узнавать из банальных заметок в газетах и интернете, которые только и рассказывают, что о беспризорниках грязи да коровах на улице. Напомню, что в прошлом году в рейтинге самых богатых стран мира Индия заняла девятое место, а впереди в Швейцарию, замыкающую десятку лидеров. И в Мумбаи в этом просто не сомневаешься. Квадратный метр жилплощади в центральной части города стоит не меньше полутора тысяч долларов. А однокомнатная квартира на окраине, которую и хрущевкой, да что там, даже гостинкой назвать стыдно, это минимум 50 тысяч долларов. Мерседесы, BMW, Rolls-Royce, Range Rover, Porsche и Maserati – этими машинами в Мумбаи никого не удивишь. В общем, совсем не удивительно, что даже самый роскошный особняк на планете тоже оказался в Мумбаи. Перед нами самый дорогой частный дом в мире, который обошелся индийскому миллиардеру, бизнесмену Макешу Амбани, более чем в миллиард долларов. 27 этажей, принадлежащие одной семье. Стоянка для личной коллекции авто в шесть этажей, личные храмы, кинотеатры, спортклубы, 600 человек обслуживающего персонала и три вертолетные площадки. Индийцы называют это строение не частным домом, а частным небоскребом. Муке Амбани, бизнес которого это нефть и газ, до 2011 года с состоянием в 29 миллиардов долларов был номером 4 в рейтинге самых богатых людей планеты. Но за последний год победнел аж на 2 миллиарда долларов. И нынче богаче него в мире только 8 человек, среди которых небезызвестный миллиардер Билл Гейтс. Дом одного из богатейших людей планеты строился 7 лет по проекту американской архитектурной компании. Высота частного небоскреба более чем в 173 метров позволяла сделать его 60 этажей. Но хозяин – любитель высоких потолков и поэтому ограничился 27 этажами. Да и правда, зачем одной семье больше? Это уже излишество. А так в доме есть только все самое необходимое для жизни и отдыха настоящего миллиардера. В гараже умещается больше 160 автомобилей. Не выходя на улицу, можно попасть в роскошные сады или театр на 50 человек. Даже центр управления полетами свой собственный. Ну а куда же без него, когда есть свой парк вертолетов. Особнячок Мукеша Амбани, которому он дал имя Анталия, даже землетрясение в 8 баллов готов выдержать. Вот уж точно. Мой дом – моя крепость. Вместе с ростом цен на мумбайские землю и недвижимость риэлторы предполагают, что если дом, который построил Мукеш, выставить на продажу, цена будет доходить уже до 2 миллиардов долларов. Так что не удивляйтесь, если увидите объявление. Продается дом. Общая площадь – 37 тысяч квадратных метров. Количество санузлов неизвестно. Небольшой торг уместен. Рядом с роскошью Мукеша можно увидеть и нищенские постройки. Все это – блески нищета Мумбаи, которые всегда идут нога в ногу. В одном городе и самый дорогой на планете частный дом, и самые нищенские трущобы во всей Азии. Это район Тхарави. Самые большие трущобы в Мумбаи, Индии и во всей Азии. Условия проживания в трущобах просто кошмарные. Стандартный дом в этих местах – это бамбуковый каркас, накрытый старым тряпьем, полиэтиленом или отжившим свое рекламным плакатом. Внизу – непременно сточная зловонная канава. Такой быт для этих людей норма. Покрывало из мусора возле железнодорожного полотна, дома из картонных коробок, шифера или старых досок. И бюджет всей семьи – один доллар в день. Вот она, другая сторона жизни роскошного Мумбаи. Очень правдоподобная и по-настоящему показанная в фильме Дэнни Бойла «Миллионер из трущоб», который получил 8 Оскаров и 4 золотых глобуса. А вот главные герои «Миллионера из трущоб» – Рубина Али и Азарудин Мухаммед, мастерски сыгравшие трущобных обитателей, оказывается, играли в фильме самих себя. Они действительно живут в трущобах, причем всемирная популярность так и не помогла им выбраться из нищеты. Только в программе «Мир на изнанку» – эксклюзивный репортаж о жизни знаменитых юных актеров, которые помогли создателям фильма заработать миллионы долларов, а сами остались хоть и знаменитыми, но нищими. Ровно через неделю мы узнаем подробности этой уникальной и достаточно грустной истории. Не пропустите! Смотрите дальше. Ночные бабочки по одному доллару на улице Красных Фонарей, которую еще со времен британской колонии называют «Фак Лэнд Род». А потом узнаем уникальную историю. Как чувствует себя человек, который лишился богатства и об этом не жалеет? Мне фиолетово было, скажем, «Кавали» или «Армани», мне вообще без разницы. Не пропустите! Планировка и форма Бомбея не позволяют сделать окружную дорогу, а из центра города до окраин ехать десятки километров. Поэтому без городской железной дороги не обойтись. Вот они – знаменитые мубайские электрички. Мумбайская альтернатива метро. Незаменимая. Быстро вам нужно добраться или комфортно. Лучший вариант – все равно вот такие поезда, которые вы наверняка видели в оскароносном фильме «Миллионер и Струщев». 90% автобусов и такси в Бомбее без кондиционеров. Да к тому же еще и темного цвета. А вот в таких поездах без окон и дверей всегда комфортный сквозняк. Без окон и дверей – это значит, двери никогда не закрываются, а стекол в окнах нет. Такая система кондиционирования. Самые козырные и любимые мумбайцами места – здесь, в дверном проеме. Ехать принято, наполовину вывесившись из вагона на улицу. А теперь перескакиваем в другой вагон. В мумбайском метро вынуждены ездить абсолютно все, поэтому в каждом составе обязательно есть несколько вагонов бизнес-класса. Билет сюда стоит в 10 раз дороже, хотя интерьер тот же, не считая символического дерматина на скамейках. Основное отличие – в публике. Здесь ездят люди обеспеченные и чувствуют себя в своей тарелке. Путешественник по незнанию может спокойно зайти в бизнес-класс с эконом-билетом и потом платить штраф. Не просто глазу заметить привилегии. Иногда в модных и престижных вагонах народу меньше, хотя в часы пик они тоже переполнены – бизнесменами. Есть в бомбейских поездах еще одна интересная традиция – запрыгивать в вагон, пока поезд еще не остановился. В отличие от нашего метро, чтобы войти в мумбайский вагон любого из классов, можно и не платить вовсе. Турникеты вход не перекрывают, жетоны не нужны, а билеты на входе никто не спрашивает. Ну а контроль бывает только время от времени – при выходе, в основном на конечных станциях. И несмотря на возможность схитрить, зайцев тут практически не встретишь, а в билетные кассы всегда очередь. Работает самоконтроль и самоорганизация. Хотя в часы пик поезда атакуют даже через окна, и даже с обратной от платформы стороны. Городская железная дорога привела нас к очень необычному производству, как для оживленного района в мегаполисе. Тут делают соль. Основной принцип прост. По рукотворным каналам вода из Аравийского моря попадает на это поле и расходится по резервуарам, своего рода бассейнам. На жаре вода естественным образом выпаривается. Остается соль. Выпаривать соль индийцев научил Махатма Ганди, протестуя против политики британского колониального правительства, которое продавало только английскую соль, причем достаточно дорого. Ганди лично проводил мастер-классы и показал людям два метода, которыми пользуются и сегодня. Так производят соль в пластинах. Пространство делится на отсеки с помощью рисовых стеблей. Ветер тревожит воду в маленьких запрутах уже не так сильно. В результате образуется соляная корка. О, как жарко. А вот это уже другой метод. Бассейн большой, ветер воду все время тревожит. Пластины на поверхности не образуются. Образуются гранулы. Когда зимой в Мумбаи холодает, что в понимании бомбийцы означает температуру 30 или 35 градусов по Цельсию, соль уже не делают. Поле затапливают, сюда заплывает рыба, креветка и даже лобстеры. Так в межсезонье солепары перепрофилируются в рыбаков. Безотходное производство. С морем мумбайцам повезло. Оно и кормит, и расслабляет. Мы отправляемся на главный, но при этом совершенно не туристический пляж, где отдыхают только сами мумбайцы. Это Чаупатти, самый знаменитый пляж в Мумбаи и любимый жителями мегаполиса. Казалось бы, здесь есть все для отдыха и релакса. Песчаный пляж, море, потрясающие виды и небоскребы на заднем плане. Своего рода индийский Манхэттен, дополняющий картину. Сюда приходят признаться в любви. Поесть сладкую вату, арбуз или экзотические фрукты. Покататься на электромобиле, сделать романтическую фотосессию или просто полюбоваться закатом над Мумбаи. Все великолепно, кроме одного но. Но почему-то первая мысль, которая приходит в голову в этом месте. Богатство дуракам досталось. Береговая линия усыпана мусором, который принято бросать прямо себе под ноги. Все, что нужно для того, чтобы сделать это место идеальным, поставить урны и перестать царить. Но этого почему-то не делают. Вот такая ложка дегтя, избавиться от которой, впрочем, проще простого. Но, видимо, менталитет у этих людей другой. Раз мусор романтику не портит, его просто не замечают. Обидно, ведь еще немного, совсем чуть-чуть, и место было бы просто идеальным. Хотя в чем-то индийцам можно и позавидовать. Они умеют игнорировать то, что портит настроение, и концентрироваться на том, что радует. Вечером мумбайские рыбаки выгружают на пляж Чаупати рыбин-гигантов, которые прямиком отправляются в прибрежные рестораны. На пляже тем временем угощение скромнее. В основном кукуруза-гриль. Чаупати шумит до двух часов ночи. Потому что только ночью в этом городе можно действительно расслабиться, не истекая потом от высокой жары и влажности. Ни у улицы Бомбея, ни для отдыха. Смотрите дальше. Ночные бабочки по одному доллару на улице Красных Фонарей, которую еще со времен британской колонии называют Факленд Роад. Есть в Мумбаи очень злачное и знаменитое место. Имя его говорит само за себя. Факленд Роад или Факен Стрит. Так называют его чуть ли не официально. Еще со времен британской колонии. Это улица Красных Фонарей. Рассказывать о которой бессмысленно. Ее нужно просто увидеть. Здравствуйте, мой друг. Факен Стрит. Братишка, привет. Поехали на Факен Стрит. Мне не интересно Факен Стрит. Мне не интересно. Проблема только в том, что далеко не каждый таксист согласен на путешествие к территории разврата. Да и иностранцу это настоятельно не рекомендуют. Опасно. Даже через окно машины за съемку могут поцарапать, что я уже на себе испытывал. Но обойтись без настоящей изнанки Бомбея мы не могли. Да и транспорт нашелся. Улица Факен Стрит. А, квартал Красных Фонарей. Точно. Ну там небезопасно. Поехали. Там очень опасно. Я тебе не советую выходить из машины. Потому что заберут и камеру, и все твои деньги. Они насильно у тебя отберут все, что смогут. Придет человек 10. И что ты сделаешь? И полиция не поможет. Тоже скажет, что нечего тут ходить и снимать. Она тоже в доле. Мы в центре бомбийского разврата. Контрасты тут впечатляющие. Квартал Красных Фонарей не похож на остальной Мумбай. Это два разных мира. Приезжие услугами бомбийских проституток с квартала Красных Фонарей не пользуются. Это забава для индийцев самого низкого звена. Наш таксист грачует по улицам Бомбея уже 35 лет. И точно знает, клиенты ночных бабочек ну очень редко добираются сюда на авто. Потому что 3-4 доллара за проезд по счетчику это раза в два дороже, чем собственно развлечение в квартале Красных Лампочек. Нынче минимальная цена сеанса любви стартует от 50 рупий. Или чуть больше одного доллара. Рядом хватает дешевых кафе и баров, где еще за один доллар можно выпить и закусить. А в дешевый кинотеатр можно сходить и вовсе за 10 рупий или 20 центов. Поэтому рабочий индийский класс после тяжелого трудового дня сюда захаживает. Расслабился за пару долларов и домой. К жене и восьмерым деткам. Нет у них сейчас былого бизнеса. Опустевает улица Факин-стрит. Все теперь спида боятся. Раньше здесь стояли сотни девчонок. А сегодня можно ехать по улице и видеть их далеко не везде. Бизнес бюджетных продавщиц своих тел сегодня идет на убыль. Люди умнеют. Свою роль играет агитация и социальная реклама. Все меньше и меньше клиентов готовы связаться с девушками, 80% из которых больны спидом. Боитесь тут ездить? Да, могут камень бросить. Очень скоро все ночные бабочки уже узнавали нашу машину и прятались. Терпение водителя лопнуло. Он сдался. Ну что, таксист дальше ехать отказался, боится. А мы отправляемся в самое пекло. На главную улицу красных фонарей. В городе Бомбей. Мумбай. Прячется. Уже вся улица знает, что мы снимаем. Все закрывают лица и поворачиваются спинами. Снять проститутку задача непростая. Нет, попасть за плесневелую комнатушку с вентилятором и спрятавшись за занавеской в картонной кабинке получить свою порцию интима, нет ничего проще. А вот фото на память это сложно даже за деньги. Когда во время прошлой экспедиции в Индию я пытался сделать тот фоторепортаж, мне так и объявили. Секс – 5 долларов и заходи. А фото – 5 тысяч долларов. А еще тут дерутся, бросаются камнями и обливаются водой. Девчонки, намасте. Фу, ну и грязь тут на этой улице. Красных фонарей. Вижу красоточку. Намасте. Фу, ну и грязь. Фу, ну и грязь. Оператор, не бейте, оператор, не бейте. Фу, ну и грязь. Фу, ну и грязь. Фу, ну и грязь. Фу, ну и грязь. Ай, 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 ай. А! Девчонки, нет! Что вы деретесь? Настроение проституток угадать сложно. Водой они могут облить и просто индусов-зевак, которые клиентами не являются и просто пришли по глазе. Могут и серьезно отдубасить, а бывает и месть с юмором. Например, на своем рюкзаке я обнаружил вот такое надутое резиновое изделие. За то, что снимал без разрешения. Неудивительно, что на улице красных фонарей много аптек, в которых можно найти все виды презервативов и все сорта виагры. Тут же рядышком и дермато-венерологические клиники. Территория дешевого секса в Бомбии – это полная противоположность, скажем, тому же знаменитому кварталу красных фонарей в Амстердаме или улицам разврата в Таиланде. Тут редко встретишь симпатичную труженицу. Напротив, часто попадаются ну просто персонажи из фильма ужасов. Беззубые или с черными зубами, с жутким макияжем, грязные, отвратительно пахнущие. Это по три доллара, а есть и по пять. Ну а самые дорогие в этих краях долларов по 15-20. Кстати, по здешним канонам красоты очень ценятся упитанные дамы. Как и во всем мире, темнота в Бомбии делам амурным только способствует. С заходом солнца жизнь становится еще активнее. Тем временем вечереет, и народ стягивается в бары на улице красных фонарей. Вот так колоритно выглядит бомбейская народная рюмочная, где женщинам не место. Мы сразу оказались в центре внимания. В таких барах иностранца уж точно не встретишь. Только зря нас пугали, что в эти злачные места заходить опасно. Как видите, никто на нас не нападает, не бьет и не обижает. Напротив, даже выпить предлагают. Здесь все как следует заправляются, а потом к девчонкам. Что это такое? Местный напиток со вкусом лимона. А закусывать чем? Напротив. Закуску продают отдельно от алкоголя. В ассортименте вареные яйца и свежие помидоры, а еще чипсы, орешки и прочие соленые мелочи. Цены смешные. На один доллар можно взять все позиции из меню, причем не один раз за вечер. За 39 рупий я купил целую бутылку какого-то местного напитка и закуску. Все это меньше доллара. Здравствуйте, здравствуйте. К вам можно? Занято. Расскажите мне, что это мне такое дали? Горох. Горох и арахис. А это что, водка? Тут 26 градусов. Спасибо. 26 градусов. Тора-тора. Тора-тора. Чуть-чуть. Не-не-не-не, я вашу воду пить не буду. Я не знаю, откуда она. Настойка на апельсиновых корках. Не очень крепкая, но довольно жгучая. Гадость. Это вам. Это тоже вам. Спасибо. Ты же не выпил, попробуй нормально. Я пить не могу, я на работе. Удачи. До свидания. Здорово было на это все посмотреть. Не-не-не, я не пью. Я за рулем. Есть на втором этаже бара и VIP-зал. Меню тоже. Настойки и орешки те же. Только цены повыше, а народу поменьше. Да, бар не для слабонервных. А на «Факлэндрот» тем временем жизнь бьет ключом. Ночные бабочки работают, их клиенты прихорашиваются и готовятся к свиданиям. Люди гуляют, спешат на просмотр новых болливудских хитов в кинотеатре. Прямо на улице готовят ужин. Время от времени полицейские показательно разгоняют проституток. Но как только облава заканчивается, дамы снова выходят на промысел. Потому что и живут здесь же, вместе со своими семьями. Квартал проституток в Мумбаи – это город в городе. Тут все по-другому. С трудом верится, что совсем рядом есть совершенно не такой бомбий. Изысканный, роскошный и очень дорогой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А теперь перемещаемся в один из самых новых районов Мумбаи – в заповедную зону на окраине города. Перед нами жилищный комплекс, где круглосуточная охрана, невероятное количество цветов и зелени. И только новые многоэтажки. Все это не похоже на Индию и больше напоминает неплохие спальные микрорайоны у нас. Только плесень на новостройках, которым всего по 2-3 года, напоминает о том, что мы в тропиках. Квартал, как ни странно, к элитным не относится. Однокомнатная квартира стоит тут 70 или 80 тысяч долларов. Для Мумбаи это дешево. Именно здесь мы познакомимся с земляками, которых судьба занесла на другой край планеты. Добрый день, земляки! Знакомьтесь, экс-луганчанка Ольга и бывший житель Уфы Шамиль – индуисты. В Луганске журналистка Ольга работала в модном глянцевом журнале. Заработки были неплохие и стабильные, но в жизни чего-то не хватало. Хотелось изменений. Шамиль – музыкант и композитор, который, как принято говорить, тоже искал себя. И нашел только в индуизме. В 19 лет уехал из России и поселился в индийском монастыре, где провел 6 лет. Потом стал перемещаться по стране и добрался до Бомбея. Имеет огромный багаж знаний по индийской религии, истории, мифологии и традициям. Свободно владеет хинди и еще несколькими языками, распространенными в стране. Своей девушкой Олей, с которой тоже познакомился в Индии, гордится. Дважды чемпион мира по тайскому боксу. Да, ну, ну, палево, палево. Чемпион Европы. Занималась спортом. И как раз в азиатские страны я начала ездить. И посмотрела, насколько различаются эти культуры. Встретила людей, которые уже долго живут в Индии. Я посмотрела на них. То есть люди абсолютно ничего не делают. Непонятно, чем они занимаются, но они так классно живут. Людей, которые, бросив дом и работу, в свое удовольствие живут где-нибудь на берегу океана, принято называть дауншифтерами. Обычно они сдают квартиры у себя на родине, а за эти деньги живут в стране экзотической. Но Оля в Индии работает. Я обратил внимание на эти приспособления. И я так понимаю, это для огненного шоу? Да, огненное шоу. Здесь огонь – это Бог. Это воплощение Бога, это посредник. Это не идет под водочку, под пивко, в клубе. Платят хорошо. Платят хорошо. Сколько? Ну, мне раз за шоу стоил 1200 долларов. 1200 долларов? Да, удалось работать. Это было на Новый год. Есть и другая работа. Например, популяризировать товары. Или выступать в роли свадебного генерала на мероприятиях. Это означает постоять за барной стойкой, улыбаться. Это означает прорекламировать какой-то продукт. Все люди сразу обращают внимание на белую девушку. Привлечь внимание. Именно не прорекламировать, а вот привлечь внимание. Да. Потому что в Индии в любом месте все люди сразу же смотрят на белую девушку. И сколько платят? Так, 100 до 200, 300. Это зависит. Можно и тысячу долларов заработать. Ну, к нам гости. Здравствуйте. Знакомьтесь, Евгений. Экс-москвич. Теперь он называет себя Юджин Баба. Этот мужчина – пример того, насколько сильно Индия способна изменить человека. Дипломированный юрист и до недавнего времени бизнесмен, по его словам, еще несколько лет назад он работал в российской столице. Наслаждаясь всеми атрибутами богатой московской жизни. Все перевернул двухнедельный отпуск в Индии. И случайная встреча с местным предсказателем. Он мне сразу сказал, вот смотри, вот здесь, сейчас ты приедешь, с тобой произойдет вот это, через месяц вот это, а через два вот это. Это касалось их жизни в целом, он сказал, что она будет разрушена. Я приезжаю домой, со мной это все будет так, как происходит, так как баба мне на руке, собственно говоря, нарисовал. Хотя я пытался со всех сил, как я думал тогда, противостоять. Я прям вот, ну, так, я никому ничего не говорю, без паники, чтобы никто ничего не знал, ни на работе, нигде, ни партнера, ничего. Я все, секрет храню. И противостою так, родина, секрету, чтобы вот этого не произошло. А это происходит. В итоге Евгений все-таки рвет связи с прошлой жизнью и перебирается из России в Индию. Если говорить о этапе, на котором произошел перелом, ты был человеком какого статуса? Чем ты занимался? Как жил? То есть три бутика всей современной жизни, дорогие машины, квартиры, собаки, бренды все, все вот это все, конечно, это все. Потому что мне в последнее время уже, мне фиолетово было, скажем, это Кавали или Армани, мне вообще без разницы, кто эти люди уже было. Просто вот в этом обществе такой дресс-код. Вот в этом обществе я не мог себе позволить купить там, мне нравится какой-нибудь галстук, он стоит 100 рублей, но я не могу в этом галстуке прийти там на работу или еще что-то там, да? Я не могу себе этого позволить, потому что по дресс-коду, там по статусу мероприятия, вообще общество самого, я должен ему соответствовать. Мышленная возня, которой я пытаюсь заниматься, зарабатывая деньги там, оформляя кредиты там, еще что-то там. Вот вся система, все вот эти баннеры 3х6, которые говорят, возьмите випотеку в нашем банке. Они не рады этим квартирам, этим машинам, этому всему, потому что они понимают, уже поняли, что они жертвы этого всего. Я здесь понял, что Windows надо менять срочно, потому что мне его установили еще в советское время. Вот этот випотк, конечно, и вот этот, главное. Индия в хорошем смысле слова, конечно, она издевается надо мной. Тяжело, ломает стереотипы. Начинается все вот с мелочей, что вот понимаешь, что вот так, надо срочно сейчас вот это, и надо вскочить, а тебя учат, это есть в буддизме, это есть в шваизме, в индуизме, а вот ты не вскакиваешь туда. Вот у тебя сейчас встреча срочная, вот тебе там должно быть, а вот ты вот не вскакиваешь. Это так сложно же самому себе сказать, усиди, потому что на самом деле оно все само придет. В свои 40 лет он решил стать другим. Занялся йогой и медитацией, стал изучать буддизм, индуизм, шваизм и категорически отвергать другую жизнь, которой до недавнего времени жил сам. Хотя, как и свойственно всем мальчикам, немного скучает за любимой машиной. Ну ужасно, ну ты че. Когда я видел проезжающую БМВ пятой серии, у меня обливалось в сердце кровью, я очень долго, как бы я в лагере БМВ, мне Мерседес никак вообще. БМВ, как бы все, я любил вот именно спорт режим. Вот как сильно может изменить человека Индия. Остаются здесь многие, навсегда. Евгений в Индии занимается озвучкой индийского кино для русскоязычного рынка. Сейчас он убегает в студию. А наши земляки тем временем проведут экскурсию по квартире, которую за 400 долларов в месяц снимают в Мумбаи. Центральное место и главное место в квартире – это бандир. Ну то есть храм или алтарь. Здесь мой Господь. Кухни не кушают, потому что та посуда, в которой готовят, в ней подносят Богу. Между кухней и столовой расположен храм. То есть кухня, она так же чистая и священная, как храм, как алтарь. То есть готовится все для Господа, подносится Ему, а затем принимается как причастие. Ну и соответственно ты посуду здесь не моешь, ту, из которой сам кушаешь. На Божьей кухне мы готовим. Здесь мы не едим, уносим к алтарю. Показываем Богу. Дальше раскладываем по тарелкам. Посуду Божью мы моем здесь, в которой готовили кастрюли, сковородки. А тарелки человеческие мы моем уже в ванной комнате. И тогда все правильно. Слушайте, как интересно. С ума сойти просто. Это ваша спальня. Это типичная рабочая одежда. Бомбейской работницы. Просто садомазы. На самом деле это очень удобная вещь, с которой можно контактировать с огнем и ничего не будет. Ну вид, изогнал вас потрясающе. А вот и огненное шоу в исполнении Ольги. Луганчанки из Бумбаи. Друзья, на сегодня Индия. А вместе с ней и мы прощаемся с вами. Не пропустите следующий выпуск программы «Мир на изнанку». Нам есть, что показать и чем удивить. Ровно через неделю мы снова встретимся и продолжим путешествовать. Только уже в другом месте. До свидания. В следующем выпуске программы «Мир на изнанку» мы познакомимся с главными героями фильма «Миллионеры Струщоб» британского режиссера Дэнни Бойла. Восемь Оскаров, четыре золотых глобуса и почти 400 миллионов долларов. Все это фильм действительно заработал. А вот его юные главные герои хоть и стали знаменитыми, но остались нищими. Жизнь после Оскара. Какая она? Мы пообщаемся с Азарудином Мухаммедом, исполнителем роли Салима, который благодаря фильму таки получил нищенское жилье. А потом сходим в гости в трущобы Рубины Али, которая в оскароносном фильме сыграла Латику. И увидим, что маленькая актриса, обладательница золотой статуэтки, до сих пор живет фактически на помойке. Рубина сама расскажет, что изменилось в ее жизни с приходом всемирной популярности. Аккуратно иди, аккуратно спрячься. Неожиданно выйдем. Грабли я оставляю. Пусть кто-нибудь на них наступит. Ну а видов производства соли и методов ее добычи. Давай теперь, наверное, не бери меня в кадр с ногами. Больше делать нечего. Больше делать нечего.